Сказки народов мира О чем думает белый слон Айравата Индийские сказки Медленно идет по дорогам Индии белый слон Айравата У него четыре бивня и семь хоботов Он храбр в сражении, неутомим в походе и может творить чудеса Сначала времен живет на свете Айравата и многое знает Часто он приходит на берег великой реки и там всем, кого встретит, рассказывает сказки В этот раз расскажет он историю о чудесном городе Паталепутре В Южной Индии, на берегу океана, в городе Чин-Чин, жила женщина с сыном Звали его Путрок Вырос Путрок хитрым и ловким Стало ему скучно дома и отправился он путешествовать Основной язык, на котором говорят в Индии, это хинди Путрок в переводе с хинди – сыночек Путр-син Шел Путрок, шел, пока не закончилась дорога густыми джунглями Вдруг слышит, кричит кто-то Заглянул Путрок под деревья, а там два человека дерутся Зачем драться, когда любое дело словом разрешить можно, говорит Путрок Нельзя, крикнул первый человек Мы с братом делим наследство нашего отца После него осталось три вещи – деревянные сандалии, посох и котелок Из-за такой ерунды вы драку затеяли Рассмеялся Путрок Это не ерунда, – недовольно буркнул второй человек Если надеть сандалии, становишься невидимым и летишь куда угодно Котелок сам варит вкусную еду, – перебил его первый А если посохом на земле нарисовать любую вещь, то она тут же появится, – поддакнул второй Наш отец был великий чародей Отец на языке хиндии – пита По законам Древней Индии наследство между сыновьями делилось поровну Если наследство забирал старший сын, то он становился опекуном младшим Если эти двое дерутся при дележе, – подумал Путрок, – то что же они будут делать, когда все получат? Только зря растратят А вслух сказал – дракой вы лишь синяки себе набьете Давайте так, бегите вон до того дерева и обратно Кто окажется самым быстрым, тот и возьмет волшебные предметы Братья побежали А Путрок надел сандалии, подхватил посох и котелок, взлетел в небо, да и исчез С таким богатством можно было и домой возвращаться Но захотелось Путроку мир посмотреть Как раз и город впереди показался Спустился Путрок, снял сандалии, огляделся Видит, навстречу ему древняя старуха идет Поклонился ей Путрок, спрашивает Что за город чудный, в который я попал? Город этот называется Пушкаравати, – прошамкала старуха Правит им царь Дхананджей У него есть дочь-красавица, Потали Красавица? – обрадовался Путрок Вот бы ее увидеть Никак не получится Царю предсказали, что его дочь сбежит с чужеземцем Он ее никому не показывает Грозную стражу у дверей выставил А я ее все равно увижу! – весело крикнул Путрок Надел юноша сандалии и проник во дворец У двери стража, никак мимо не пройти Путрок нарисовал на стене посохом дверь Открыл ее и вошел в комнату Увидел он, какая царевна-красавица И сразу влюбился Давай убежим, – предложил он царевне Не успел Путрок это сказать, как в комнату вошел царь Тут ли ты, любимая дочь моя? Тут, – ответила Потали Так бы и пропасть Путроку, но достал он волшебный котелок Начал котелок вкусные кушанье готовить Принялся царь их есть А сам не забывает, спрашивает дочь, на месте ли она Нарисовал Путрок посохом на стене девушку, похожую на Потали Она ожила и стала на вопросы царя отвечать Подхватил юноша настоящую царевну на руки и полетел вон из дворца Прилетели Путрок с Потали в безлюдное место, на берег реки Ганг Достал Путрок посох и нарисовал на песке красивый город Выросли на этом месте прекрасные дворцы, сады и богатые базары Один дворец Путрок отдал своей матери Сам же с Потали стал править в городе И назвали они его свою честь – Потали Путрой Сегодня мы узнали три новых слова на хинди Дочь, Бети, Сын, Путр и Отец, Пета Сказки народов мира О чем думает белый слон Айравата Индийские сказки Субтитры создавал DimaTorzok